Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2572. Политики все чаще говорят о Боге и вере. И все чаще акцентируют внимание на том, что вера делает жизнь комфортнее. Так ли это? Принес ли Христос в мир комфорт? Отвечает Патриарх Алексей II. Позволю себе напомнить вам слова Христа Спасителя. Матфея 11 глава 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В молитве Святому Духу, в которой начинается каждое богослужение, Святой Дух называется Утешителем. Иными словами, Церковь свидетельствует, что жизнь для вечности придает человеческому бытию высшую целесообразность. Перед лицом которой все скорби и трудности, встречающиеся на жизненном пути, уже не имеют неодолимого характера. Такое состояние человеческой души не совсем корректно назвать комфортом. Скорее, это спокойствие, которое не могут поколебать волнение житейского моря. В то же время христианство не приемлет внутренней расслабленности, потакание слабостям и страстям. Оно требует от человека напряженнейшей внутренней работы, непрестанной борьбы с грехом, духовной брани. Именно в этом смысле следует понимать слова Господа Иисуса. Матфея, 10 глава, 34 стих. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Конец цитирую. Отвечает Игнатий Лапкин. С какой интеллигентной присказкой, оговоркой, говорит Патриах, чтобы, не дай Бог, его не заподозрили к реликальности, фанатизме. Позволю себе напомнить вам слова Христа Спасителя. Может, Патриарху стыдно приводить эти слова Христа Спасителя? Почему он так расшаркивается перед слушателями за слова Христа Спасителя? Явно, что они ему не родные. Он ими не живет и не дышит ими. Жизнь со Христом дает защищенность, уверенность, ощущение его заботы. Псалом 90, 12 стих. На руках понесут тебя, и да не приткнешься о камень ногою твоей. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Не заботься ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. 2 Коринфянам, 9 глава, 8, 9 и 11 стих. Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано? Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает век. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу.